Я думаю, что тут у нас вариантов нет. Мы должны смотреть Джабава Сафарли. Да, да, да. Что за прикол? Кто мне ставит КМС? Как это присваивать здесь, на этом... Ну, на этом... Тескоме? КМС это CM. Кандидат Мастера Фиде. 2200. Если человек набирает зритель 2 200, ему ставят сразу КМС или что? Не представят, он должен заплатить, как за другие звания. Это Фидешное звание. Ага. Как Мастер Фиде, только Кандидат Мастера Фиде. А ты платил что-то за свою АМС? Да, причем чем выше звание, тем больше плачешь. Сколько ты заплатил? Я заплатил 70 евро, но это было еще по старому курсу. Не так дико дорого, как сейчас. Сейчас вообще, я думаю, что многие российские шмотисты подумают много раз, прежде чем что-то платить. На каком-то... ой, смотри как. Хотя все равно выгоды больше. Вот, например, у меня как Международного Мастера бесплатная регистрация на всех сайтах. Бесплатно. Плайчесс и все остальное. Ага. Бесплатно. То есть, в общем-то, если уже 2400 и норма есть, то стоит заплатить и оформить. Практически всегда. А вот сейчас опять же, смотри, Никит, это идея. Нет, у черных, у черных должен... Нет, это идея плохая, потому что у тебя от рокировки двигаются, это ерунда. Я еще потому что ты зеваешь шику. Я не зеваю. У него жертвы. Я жертвую. Это две разные вещи. Вот Сафарли тоже примерно так же безумно, как ты. Ладья А4. Понеслась до Шаврая. Мне кажется, только Ладья А4. Других ходов просто... Иначе какой смысл был? Ну, вообще-то я думаю, что у черных комфортный перевес для Блица. Именно. Потому что позиция белых очень резко, они рано ушли. Конь А5, Конь А4 нужно смотреть. Вот он коня другого у нас А4 идет. Грамотно. Ты правда думаешь, что у черных перевес для Блица? Мне кажется, он все-таки материал старше. Даже... Не старше, потому что очень рано ушли белые, мне кажется, в рокировочку. И сейчас будет довольно-таки сложно защищаться, пока фигуры еще есть. Но вот А4... Видишь, как оно все... Получается... Все законы шахмат нарушаются. Ф3, А4, то есть ходит пешками, как-то ни о чем вообще. В общем, ставлю на джабаба, причем на легкую победу. Мне кажется, что даже не заметится форды в этой партии. Почему? Ну, потому что... Не верю. Все тяжело. Конь А5 и Конь А на С4 очень неприятно. Не верю. Вот что... Что делать теперь? Будет за четыре не идет. Сейчас белые ферц за пять сыграют. Каких-то врагонят. Ну, надо бить... Ну, слона просто поставить сюда. Надо же... Здесь другого не дано. Болна. Ну, просто не хватает качества у черного. И позиция постепенно хуже становится. Да нет, все в порядке. ФСД 8. Не, ну я понимаю, но так... Уже без качества. Ферц Д 8 играешь. С другой стороны, больше то делать нечего. Сейчас выбьет... Сейчас выбьет коня, вообще ничего не останется. То есть, Конь А6 или Конь Е2, да. Летит на С4 так неприятно. По-моему, близко к сдаче уже. Какой-то ФСД 8, или ФСД 8 действительно надо играть. Чтоб хоть какие-то там иллюзии и вскрытых ударов создавать. ФСД 8, да. Но... Но... Слон 6-7 какой-то очень мертвый, блин. Хотелось бы его... Вот сейчас я бы стрелял бы Конь Ф4. Спровоцировал бы Конь Д4. Потом отдал бы Ферзиану Д4. Побил слоном и потом взял бы еще слона на Е6. По-моему, это выигрывало. И это очень в стиле Джабабы было. А сейчас вот у черных какая-то все-таки появилась. Появилась контр-игра. Вот, потом давайте вернем до этого момента, когда партия закончится. Мне кажется, что очень сильный ресурс был. Так, здесь побили. Чернопольничка нету, сейчас Е5 понесется до Соллай. Е5 и Коня на С4. Кое-какую контр-игру отыскал. Но все равно, все равно мотарялся так. Не верю. Ферзем надо бить. Или пешкой. Не знаю, трудно сказать. Я думаю, что можно и тем, и тем, и все равно перевезть. Сейчас Коня на С4 не хуже Ладина на Д1. Ну, уже на Д3. Ну, сейчас не хуже, но если черные атаку не проведут, то постепенно будет становиться хуже. Но их Е5 пока нету из-за подвисания перески Д5. Поэтому Е6 выжидаем. Ну, наверное, после Ферзи Е7, Ферзи куда-то он... Он как бы намекает, что у белых настолько плохие фигуры и структура, что им тяжело добиться прогресса здесь. Несмотря на лишнее качество. Я думаю, в этом идея. Потому что никакой атаки у черных нет. У них есть только много полей хороших за качество. То есть тут какие-то угрозы там мелкие. Коня в 2 сейчас, например, мелкая угроза. Защитился. Сейчас еще какую-нибудь мелкую угрозу придумай. Ну, Ладина на С4. Ферз опять сейчас пойдет, я думаю. На С4 нет. Мне Ферзи 5 будет логично, да. Наверное, сейчас... Ферзи 7 пойти хочет. Ферзи 5. Ферзи 5 шаг. Вот беда будет. Так, кстати, мне кажется, может быть зевнул-то. Ферзи 5 вообще беда там. Мне кажется, что... Почему не играет Ферзи 5? Странно. Ну, теперь у белых выиграл. Да они тоже не факт. Не факт, вообще не факт причем. У белых, наверное, объективно должен быть большой перевес, но... Блиц... Попробуй, скажи. Позиция вообще в разнос пошла, потому что... Типично в стиле джебаба. Конь С3 надо играть, там конь Е2 будет. А, на Аш-8 есть какой-то... Да вроде бы... Не знаю. Так, что происходит. Ферзи 6. И Ферзи 4 или Ферзи 3. Вот это беда 3 ферзя. Слушай. Да, конечно. Джебаба, конечно, хорош просто. Гений Блиц. А на Ферзи в 6? Ферзь на 8, потом Ферзь в 8, Ладья в 6. Или Ферзь в 7 мат. Слушай. А теперь просто реально. Ну, молодец. Да, Джебаба. Но здесь уже проблемы, потому что не то, что как бы лишняя пешка, а король черный какой-то. И белых, правда, не очень красавчик. Но все-таки у меня... У белых выигр. Джебаба гений тактики, конечно. Все. Финиш. Ты смотри, насколько он быстро играет. Уже ходов нет. То есть сейчас нечем защитить эту фишку. Нормально. Ф6, да. Но Ф6 это... Это уже все. Не, еще крутится. Ой, а за что за Ферзь? Ну, куда-то там на Б3 идет. Смотрите, чтобы были шаки. Да не, ну это уже все. Это уже у черных объективно безнадежно. И для Блица безнадежно. И вообще по всякому. Да, да. Ферзи 6. Ну, можно и поменять тоже выигранно. Да, ну проще, конечно, Ферзи. Ферзи, да. Так, стоп. А, у того... Джебаба, конечно, фокусник. Идея была в том, что Ферзи на Б3 закрывался. После шаха на Е1 и шаха на П5. Ну, С3. С3 не хочется играть. Наверное, все-таки Сах и Джебаба на Ж5. Да, и... То есть это... Это... Какие-то такие... Такие Блицы могут быть ничейными, но... Не в Блице. Только не в Блице, да. То есть объективно это может быть ничья по Налимову. Две пешки, но... Ладья Ж3, наверное, наиболее точный ход. Да, Ладья Ж3, потом Король... Он хочет с темпом на Ж3 встать. Ага. Он тонко. Но Ладья Ж3 тоже можно было сыграть. Сейчас Король Б2. И черные не успевают сразу привязаться. То есть позиция ничейная, но там надо такую... Такую точность показывать. Ну шансов никаких в Блице. Играть в эту позицию на победу намного проще, чем... Удерживать. То есть там в какой-то момент какая-то стойка, но я, если честно, не в курсе. А в Блице бы 100% не исполнил. Ну С3. Да. Ну лёгкая же игра у белых. Нет, там в какой-то момент какая-то идея с тем, что Ладья так ходит с тыла. То есть он сюда найдёт? Да, когда задняя пешка на четвёркой, по-моему, это надо исполнять. Но это всё настолько сложно. Я абсолютно не верю в Сафарли в этой партии. Ну опять можно сыграть. Вот он уже проиграл. Уже Ладья Х1 зеволк. Уже Ладья Б5, Кроль Б4 и КНа5 проходит. Вот уже выиграно. То есть уже момент упущен. Вот эта позиция, если не ошибаюсь, уже выиграно. Даже объективно. КС4 и далее отрезает по 6. И лезет на Б5, на А5. Да, всё, это финиш. Ну где-то в какой-то момент упустил. Упустил ничью. Вот это уже проигранно. Абсолютно в этом игре. Вот это уже проигранно. Да, и Ладьян, наверное, Ладьяжи 8. Думаю, что Ладьяжи 8 сейчас сыграет. Он даже... Так. А это точно? Точно выиграно. Он забаву посчитал. Он не мог это посчитать. Он не мог это посчитать. Он не мог это посчитать никак. Он просто... Как помню, он немножко гонит веса. Он верит в самопонимание. Наверное, действительно выиграно. Но... Я точно так быстро так не сыграл бы. Ладья и 7. Ладья и 7 нужно играть. Нет, он успевает пешку протащить. Идешь. На КБ6, Ладья бы 7 отрезали по вертикали. И пешка слишком далеко, чтобы это была ничья. А пока Шахи снизу... Ну, король на С7 пройдет. Лесенка. Сейчас король на С5. Король на С6. Король на С7. Когда король на С7, это уже победа. Не хватает черных координарцев. Вот эту позицию я знаю, на самом деле. Не факт, конечно, что в Блиц воспроизвел бы здесь выиграешь. Но позицию знаю. Надо... Да... Сдался что-нибудь? Мне показалось, что сдался. Сдаваться как-то реновато. Но позиция выиграна. Ммм... Сафари предложил ничью. А почему... Так он предложил ничью, потому что... Потому что позиция ничейная. Поэтому он предложил ничью. Что-то заживало, что-то перемудрил. Причем очень-очень сильно. Я тут... Воспалял его позиционное понимание, а... А позиция от этого уже ничья. Это... Ещё... Тойменка по бланке известна. По бланке была... Такая позиция. Тут надо... Да. Ну, не... Не показывалось. Наверное, потому что его нет. Стоп. Король Д7. Это... Король Д7. Это так. Король Д6. С7. Король Д7. Тут основная идея защитная. Да. Неужели это? Ну, это... Это... Уже ничья. Побили, 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 побили. Король Д7. А король Д7, да. Да. Это уже ничья, потому что... Посмотрите, король просто из клетки не выходит. Да. Жбал, конечно, на твою делу. Не-не, он будет кататься до посинения, если отгонят. А такое, такое уже не покатаешь. Если сейчас король попадет на Б6, то это уже позиция Фелидора просто. И ладью в тыл сейчас. Ладья Д2. Все, ничья. Такой уже хоть катай... Такой уж губ катай, хоть не катай. С добавлением никаких шансов. Вот он сам уже ничью предложил. Ничья. Я думаю, что Сафарли за счастье, а то не себя. Не то, что за счастье. Прыгает там сейчас от радости.